Друзья, привет! Вы вновь на моем канале, значит вам по-прежнему интересен мой эксперимент над собой «Бег на голодание. Быть или не быть». И сегодня шестой день. Ну и как я вам и обещал, сегодня я расскажу вам о своем вчерашнем самочувствии в течение дня. Ну и мы поговорим более углубленно о том, что вообще такое лечебное голодание с медицинской точки зрения. Итак, поехали! Итак, по самочувствию. Вчерашнее самочувствие гораздо более выгодно отличалось от позавчерашнего самочувствия, потому как меня уже не мучила кислотность, уже не было такой прям слабости, которая была позавчера. Состояние головокружения, конечно, еще имело место быть, но тем не менее на общем фоне самочувствия оно уже не так беспокоило. Ну и вообще энергии поприбавилось и, скажем так, тенденция явно пошла, динамика явно пошла на улучшение состояния. Что касается пробежки, ну не будем сравнивать показатели годовалой давности со вчерашними показателями, просто посмотрим на статистику. Итак, внимание! Итак, вчерашняя пробежка была по пересеченной местности. С моим приятелем Александром мы решили совместить наши утренние занятия. Он уже на протяжении 10 лет бегает по данному маршруту. Маршрут включает в себя спуски и подъемы, причем очень такие довольно-таки затяжные. И так как он уже на протяжении 10 лет тренирует этот маршрут, то его темп без труда для него составляет 6 минут на километр. Первый километр я решил придерживаться его темпа. И как раз перед затяжным подъемом я понял, что либо я вообще схожу с дистанции, либо я здорово снижаю свой темп. Ну, конечно же, я снизил темп, и вот мы видим результаты всей моей пробежки. Да, это дальше было бежать очень сложно. Быть может, еще тут сказывается общее мое состояние на вчерашний день, да? Потому как вчера все-таки была слабость, головокружение и, ну, такое легкое недомогание присутствовало. Вот, в отличие от сегодняшнего дня. Так вот, я пробежал 4 километра 170 метров за 37 минут 0,5 секунд. Конечно, показатели очень слабые для меня, но мной принято решение тренировать именно эту дистанцию, поскольку в ней есть спуски и подъемы. Я думаю, что это будет на пользу. Тем более, что сейчас у меня происходит такое прибавление сил, скажем так. И я думаю, что все получится. И вот этот маршрут будет показательным, как было в начале и вот как будет к концу моего голодания, допустим, да, там через 21 день. Ну, уже, конечно же, не 21, уже осталось 15, но тем не менее. Ну, а теперь, конечно, бы хотелось поговорить о лечебном голодании с точки зрения медиков Советского Союза 50-х годов. Да-да, вы не ослышались. Именно в 50-х годах Юрием Николаевым была разработана и обоснована теория о лечебном голодании. Николаев в 50-х годах обосновал полную картину стадии голодания. После выпуска его работ, Министерство здравоохранения СССР официально признало лечебное голодание методом лечения. И лечебное голодание было повсеместно внедрено по всему Советскому Союзу. Интересно, почему же сейчас мы ни в одной больнице в нашей, ни от одного врача не услышим этого чудодейственного метода исцеления? Надо подумать над этим. Подумайте. Напишите свои версии в комментариях. Так что же это за основные стадии голодания? Есть две основные стадии голодания. Это сам процесс голодания и процесс выхода из него. И если брать в пример подъем на вершину, то голодание это сам подъем, а спуск это соответственно выход из голодания. И если верить статистике альпинизма, то все основные срывы и падения происходят именно на спуске. Так же и тут. Но само голодание еще можно разделить на две подгруппы. Это разрушительный процесс и восстановительный процесс. Так что же происходит в режиме разрушения? В первую очередь организм стремится вывести все шлаки, жиры, все ненужные и вредные отложения, которые накопились в нас. После этого наш организм переходит на эндогенное питание. Это питание за счет разрушения углеводов, жиров, белков, отдельных наших органов и тканей. Но при этом практически не затрагивает такие жизненно важные органы, как сердце и головной мозг. Насколько же все-таки продуман наш человеческий организм? Нам просто нужно научиться этим пользоваться. Данная книга рассказывает нам о наблюдениях и клинических исследованиях с 50-х годов. Вы только подумайте об этом. С 50-х годов. Это же огромный опыт. Это же огромная сфера применения могла бы быть в сегодняшнем мире. Но почему-то об этом молчит наша современная медицина. К сожалению, я думаю, что это умышленно. А как думаете вы? Поделитесь своим мнением в комментариях. Ну вот вроде бы и все, о чем я сегодня хотел поговорить. Завтра будет очередная пробежка номер 4. Также я, наверное, все-таки продолжу освещать книгу, которую всем рекомендую к прочтению. Ссылочку я оставлю в описании. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. С вами был я, Виталий Ус. Всем счастья, любви, здоровья, добра. Пока!